Скажем, слава нашему Господу! И Олег уже начал говорить о том, как важно нам услышать Слово Божье. Я хотел бы немножко эту тему продолжить и прочитать. Я буду читать Исайя, 50 глава, 4 стиха ниже. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. И здесь написано, что Господь дал язык для того, чтобы мы могли подкрепить изнемогающего. Кому-то сказать о любви Божьей, кого-то, может быть, утешить уже идущего за Господом, или кто-то, не знающего Господа, могли бы показать им этот путь. Бог дал нам язык и дал вот эту способность нам говорить. Но для того, чтобы мы могли это сказать, Бог каждое утро, написано, пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. И вот наступило утро. Бог пробудил нас. Кто-то подскакивает, начинает делать какие-то дела. Друзья мои, Бог пробудил ухо для определенной цели, чтобы мы услышали что-то и были способны потом кого-то утешить и кому-то что-то сказать. Друзья мои, вот интересно для сравнения, разные есть, если взять врачей, да, разные есть специалисты, но есть такой ухо-горло-нос. Вот интересно, да? Хотя глаз рядом, но нет, чтобы был дантист и глазник одновременно, да? Такого нет узкого специалиста. Но вот ухо связано с речью настолько близко, что даже это специалист один этим всем занимается. Друзья мои, это очень сильно связано. И для того, чтобы мы могли что-то сказать, Бог пробуждает ухо. Нам необходимо это услышать. Слово от Господа. И очень важно нам быть внимательными к этому, что говорит Господь. И я просто из, ну как, из своей, что ли, жизни такой, я, знаете, склоняюсь перед Богом и где-то начинаю что-то, ну, жаловался. Вот я недавно ему жалуюсь и говорю, Господи, у меня тут не получается, тут не так, тут не так. Знаете, и Бог говорит мне, ты в моих нежных руках. И мое сердце сокрушилось. И я думаю, а если бы я был не в Божьих руках? Или хотя бы не в нежных Его руках? А в каких-нибудь строгих там, я не знаю. Но, друзья мои, мое сердце сокрушилось. Я думаю, я еще и жалуюсь. Да я в нежных руках Божьих. Слава нашему Господу. И сегодня я очень благодарю Господа за то, что Он вообще бережет меня, хранит нас. Друзья мои, мы все с вами в нежных руках Божьих. Слава Господу. Давид очень хорошо знал эти руки. Он говорит, лучше мне в руки Бога Живого попасть, чем в руки человеческие или еще в чьи-нибудь руки. Он знал, где бывает хорошо человеку. И даже написано, что Иосиф, он написано, что душа его шла в железо, когда он попал в рабство, в тюрьму, попал в все. Но написано, Господь был с ним. Слава Господу. Он и в это время находился в нежных руках Божьих. Слава нашему Господу. Как бы трудной нам не было, мы всегда находимся в этих нежных руках Божьих. Слава нашему Господу. Но очень важно нам услышать от Господа. Я бы, может быть, и сегодня еще жаловался, да? Но я услышал, Господь открыл мне это ухо, и я очень благодарен Господу. Слава Иисусу. И здесь написано дальше, Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Друзья мои, Бог что-то может говорить нам еще для нас. Одно дело для того, чтобы кому-то сказать. А еще Бог говорит где-то и нам, где-то нужно смириться или еще что-то. Но мы можем и противиться начать. Но вот здесь псалмопевец говорит, это Исайя, говорит, я не воспротивился и не отступил назад. Очень важно, услышав, что Господь хочет от нас, чему Он нас наставляет, согласиться и поступать так, как Господь хочет. Не всегда это бывает. Нет, ну, для нас как бы приятно, да, где-то приходится и трудно. Я просто по себе это знаю, знаете. Но здесь Исайя говорит, я не воспротивился, не отступил назад. И смотрите, в нашем понимании вообще и люди так понимают, что если ты с Богом, у тебя все должно быть вообще гладко и идеально. Мне на работе говорили, почему, если ты с Богом, у тебя нет машины. Когда у меня появилась машина, почему не иномарка? В их понимании у них должно быть вообще все, ну, по-человечески все великолепно. Но знаете, здесь написано, я не отступил назад, не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний. И Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде близок, а оправдывающий меня. Друзья мои, когда мы пошли, идем за Господом, то мы можем встретить очень много трудностей и непониманий, и даже оскорблений. Мы знаем и в истории церкви, и вот наши братья, которые недавнее время шли в гонение, они много трудностей пережили, и люди где-то не понимали, не понимали, и нас где-то не понимают. И когда мы терпим эти оскорбления или еще что-то, но Слово Божье здесь говорит, что эти люди, и мы с вами, написано, необходимо, держу лицо мое, как кремень. Где-то вот эти поругания, оплевания, но как важно, вот знаете, довериться Господу во всем. И здесь он говорит, я держу лицо мое кремень, не останусь в стыде близок, оправдывающий меня. И еще одно место Священного Писания я хотел бы прочитать, и мы уже будем молиться. Тоже в подтверждение тому, что как необходимо нам слышать, знать Слово Божье. И знаете, мы знаем, что о Христе сказано, что жертвоприношений ты не восхотел, но тело уготовал мне. Но в другом месте, это в Псалме, 39 стих, Псалом, Псалом Давида написано, такой стих. Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжение жертвы за грех ты не потребовал. Но Бог очень хочет сегодня, чтобы мы услышали Его Слово, приняли Его Слово, чтобы мы были способны кому-то сказать, кого-то утешить, и были способны, и сами согласились с тем, как Бог нас ведет, как бы, может быть, трудно нам не было, чтобы мы были способны как кремень держать лицо свое, быть твердыми в вере, идти за Господом до конца. Аминь. Будем молиться. Продолжение следует...